Я ленивая мамзель и мне лень красить ресницы и вообще краситься каждый день, поэтому я обычно крашу раз в месяц плюс-минус брови и ресницы. И вот я себе купила краску для бровей и ресниц. Реклама, конечно, потрясающая. Посмотрите, до и после. Типа она была накрашена, ну так, нормально накрашена, а стала накрашена очень сильно. Ну, такого эффекта, конечно, не будет. Сам факт, что нужно сделать просто чуть-чуть поярче ресницы и брови, чтобы не краситься тушью и карандашом каждый день. Поэтому сейчас буду выяснять, как это делается, какая здесь инструкция. Но обычно просто нужно смешать два состава, намазать щеточкой или кисточкой брови, намазать на ресницы все это, подержать минут от 10 до 20 минут и потом смыть. Вот здесь вроде как 5-10 минут. И тут какая фишка? Обычно я брови крашу коричневой краской, а реснички черной, чтобы глаза были поярче. Трамп тоже хочет тут скачать за этой коробочкой. Вот, но в магазине я увидела только коричневую краску, поэтому только купила одну, поэтому сейчас будем красить и брови ресницы коричневой. Ну, хуже не будет, но просто будет не так выразительно, как с черной. Я имею в виду, пробую реснички. Тут вон я достала одноразовую, как это, мисочка по форме, похожую на собачью миску, но только микро. Для того, чтобы смешать все. Так, здесь вот такая кракозябра. И еще другая кракозябра, чтобы это все перемешать. Активатор. Это, видимо, перекись. И винита колор гел. Ну, то есть вот этого набора хватит, если красится раз в месяц. Ну, на год точно. В общем, до конца его срока годности точно хватит. Сейчас еще на всякий случай посмотрю, как этим пользоваться. И стоит он что-то 6 или 5 евро. В общем, это стоит недорого. Это я к тому, что если, девчонки, вы тоже такие же ленивые, как и я, хочется быть чуть-чуть поярче, чем выгоревшие на солнце брови и ресницы, смывшиеся от умывалок. Но не хочется при этом делать какой-то пакуаж, визаж, броваж, не знаю, как угодно это можно назвать. Ничего не хочется делать со своим лицом. То вот красочка – это просто суперсредство. Так, на английском есть здесь что-нибудь? Написано, ну, в общем, да, смешать, намазать, 5-10 минут подержать. Веробник. Вот, на английском есть. На каких еще языках есть? Латышский, ну, куда же без него? Немецкий. Грэйд Бриттон. Грэйд Бриттон, а здесь… А, здесь… Ох ты, боже, вот, смотрите, здесь даже на русском есть. Обалдял. Так, как? Тест на аллергия, тест на чувствительность. Снимите макияж, защитите кожу жирным кремом. Выдавите небольшое количество ингредиентов в маленький сосуд. Цвет плюс активатор. Смешайте в отношении один к одному. Вот это очень важно, потому что обычно краска голубенькая в Москве, которую я покупаю. Color от Vella, по-моему, бренда Vella, тоже для бровей и ресниц. Там нужно выдавить колбаску, ну, грубо говоря, крема. Два, по-моему, или три сантиметра, если мне память не изменяет. И накапываю туда буквально 3-5 капель. Ну, это перекись по факту. Ну, активатора, скажем так. Так, смешайте до однородной консистенции, нанесите смесь на брови и ресницы, используя аппликатор. Смесь нужно использовать немедленно, не храните ее. Время окрашивания составляет от 5 до 10 минут, в зависимости от желаемой степени интенсивности цвета бровей и ресниц. То есть, вымойте брови и ресницы с мылом и водой. Ну, в общем, один к одному. Это вот, что нужно знать. Так что сейчас пойду мазаться брови, покажу, что получится. Слушайте, самый хороший свет получается около окна в маленькой спальне. И поэтому я хочу попробовать просто глядя в камеру. А глядя в камеру, не факт, что получится, потому что камера у меня сбоку телефона, а себе я вижу вот здесь. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Потом. А потом я пойду в ванну. Все падает из рук. Тут вот нужно продырявить. Оп. И выдавить. Ух ты, какое желе. Ну, допустим. Да, неожиданно было увидеть желе, потому что краски, которыми я пользуюсь, у них была все-таки не прозрачная, а такая плотная текстура. Консистенция даже, не текстура. Так, и вот у нас активатор. Так, вот у нас активатор. Ну, примерно один к одному мы нафигачили. Да, выглядит это... Это пластик. Нифига не хочет фокусироваться. Во! Она пластиковая. Это не щеточка. А вот здесь пластиковая, как будто четырехзубец. Да, ну ладно. Посмотрим. Как это будет работать. Ну, на брови это можно нанести без проблем. А на ресницы я знаю, что я сделаю. Я сейчас возьму щеточку для бровей. Вот такая у меня щеточка. Это для искусственных ресниц. Как это, расческа, чтобы их чесать. У меня тут даже пару волосков осталось. В общем, если сейчас не получится этой пластиковой специальной, то нанесу... Нанесу тогда... Не, ну, конечно, да, это неудобно. Ха, пойду в... Короче, сейчас будет просто. Да, конечно, удобно, когда вот эти все штучки, которые наносит у них более мягкая структура. Потому что, конечно, прям пластиковая, стрёмно. Во-первых, она не гнется. Не очень хорошо прокрашиваются реснички. Ну, попробуем. В любом случае, у меня есть щеточка для бровей и ресниц. С ней, правда, другая история. Она из-за того, что пушистая. На ней состава понадобится больше для неё, чтобы намазать свои реснички. Так. Так. Из-за того, что консистенция вот этого геля, который намазываю на реснички, прозрачная, непонятно вообще. Я испачкала, намазала только реснички или намазала ещё себе кожу. Это, конечно, не очень удобно. Ну, что делать? Блин, ещё такой свет жуткий в ванной. Очень темно. Да, главное, и не стать бабкой ёшкой. В конечном итоге, когда я намажу всё, кроме ресниц. Обычно я хожу к девочке, которая делает мне маникюр. Она же красит мне реснички и бровки. И она же меня стрижёт, потому что у меня ровный срез. И мне нужно просто состричь сложные, ну, как-то, текущиеся концы. И всё. Вот. Поэтому она меня, собственно, и стрижёт и красит брови, ресницы и всё остальное делает. Но поскольку сейчас я не не в Москве, приходится изгаляться. Кстати, вот я уже намазала другой глаз снизу. Вот. Поскольку сейчас я не в Москве, приходится изгаляться и как-то всё это делать самой. О, смотрите-ка, уже пальцы покрасились. Сейчас мы... Попробуем отмыть. Ну да. Да-да-да. У-у-у, я побежала глаза ватными палками. Да, смотрите. Намазала себе, конечно же, помимо самих ресниц, ещё попала краска на веко. Это вообще нехорошо. Надо сразу подчищать. иначе... Иначе... Иначе будут стрелки кривые, которые мне совсем не нужны. Поэтому вот так приходится... Ну, из-за того, что у меня ещё, как сказать, неопытная я в этом деле, из-за этого есть огрехи. Поэтому нужно сидеть с ватными палочками и подчищать в случае чего в случае обнаружения краску. В общем, можно параллельно немножечко подкрашивать реснички. Потому что самое крутое, когда красят тебя в салоне, ты просто закрываешь глаза, тебе наносят краску на реснички и брови. И она... И вот я сейчас снизу крашу как тушью. А в салоне ты закрываешь глаз, тебе ну, вот сюда вот навек и на нижнее кладут патч либо ватку. Ну, смотря, что там есть в наличии. И получается, что краску наляпывают прям на все ресницы. Они там в жиже в этой плавают. дома, когда сама себя красишь, тебе нужно, чтобы глаза были открыты. Поэтому процесс немножечко усложняется. Вот. Ну, все равно возможно навести красоту даже в таких зверских условиях. Было бы желание, что называется. хотя краситься тушью, как по мне, замороченнее, чем вот так вот раз в месяц наляпать на ресницы краски и посидеть с ней пять минут. Потому что накраситься тушью не сложно. Для меня заморочение ее смыть. Потому что нужно тереть глаза, наливать на нее. Ну, у меня тушь не водостойкая, тушь я смываю ее просто в душе. А если кто любит водостойку, чтобы она дольше держалась, то приходится еще и использовать масляные всякие разные средства, потому что масляными смывается лучше водостойкая тушь, меньше травмируется глаз, чем если смывать не масляным каким-то средством. Например, у меня водостойкая тушь, она только маслом снималась. Ну, состав у меня такой был масло плюс мицеллярка, по-моему, потому что чистой мицелляркой она не снималась. Чистым маслом тоже. Не знаю. В общем, потому что некоторые блогеры говорили, вот, используйте просто кокосовое масло, чтобы снять стойкую тушь. Ни хрена не снимается. Ну, либо нужно тереть так, что ты себе травмируешь глаз, растянешь кожу, и да нахрен это нужно. Лучше купить масляное средство, чем выглядеть с растянутыми ресницами, со старыми глазами. Вот. Я для себя решила, что чем меньше травматики на глазе, тем лучше. Чем меньше трогаешь лицо, тем она дольше сохраняет внешний вид. Когда-нибудь я наверняка сделаю себе какую-нибудь классную операцию, чтобы выглядеть потрясающе. когда уже перестанут помогать вот такие простые средства, перестанут помогать выглядеть нормально, вот, пойду и сделаю себе какую-нибудь контурную пластику, нарисую, как-то, сделаю татуаж бровей, губ. Сейчас пока слежу за своими знакомыми, кто, ну, у кого очевидно это все сделала. Вот. Понимаю, что у кого-то мне нравится, у кого-то нет. Я уже знаю, что у кого-то я пойду к кому-то за мастером по бровям, кому-то по губам, кому-то, не знаю, по волосам, когда мне приспичат. Вот это хорошо. А кому-то пойду сиськи делать. А то что? Например, у меня одна знакомая, она после рождения второго ребенка сделала себе грудь. Ну, она не то, чтобы вставила туда силикон, она сделала себе подтяжку груди, потому что, ну, гравитацию никто не отменял, все тянется вниз к земле, и кожа, и сиськи, и все, что хочешь. Вот. И она себе сделала просто подтяжку. Классно. Не изменяя размер, ну, у нее и так своего было хорошо, но она себе сделала подтяжку, очень довольная, все хорошо. А у меня, кстати, прошло уже, наверное, минут пять, и можно, в принципе, намазать брови. В бровях вот набор вкус, это понятно, что у каждого свой вкус, вот, но на мой вкус мне больше нравится, когда покрашены чисто волосочки, а кожа не покрашена. Поэтому я стараюсь красить только их, не затрагивая кожу. Хотя некоторым нравится, чтобы была покрашена кожа, чтобы они прям совсем были, ну, как-то совсем были нарисованы. и было хорошо видно, и на дольше это сохранилось. Я лучше почаще сделаю, но они будут натуральными максимально, как будто это моя естественная красота. ха-ха. Все женщины, которые хорошо выглядят, типа естественно, вы не представляете, сколько на это было затрачено усилий, потому что если посмотреть на любую девочку, которая ничего не делает со своей внешностью, она будет выглядеть неухоженно, к сожалению. невероятно, факт. Вот. Поэтому исхищряемся выглядеть естественно так, чтобы на это потратить меньше времени, но при этом выглядеть ухоженно. Да, брови у меня уже начали краситься, сейчас буду их смывать, только вот нюанс, у меня нету ватных дисков, я про них совсем забыла. Ну вот, брови у меня покрасились, причем они взялись очень быстро. Да, выгляжу как это фридекало. Брови покрасились, и даже покрасилась немножечко кожем, но я думаю до вечера пару раз я умоюсь и все это смоется. Оп. Да, походные условия у меня. Ну, а что делать? нету ватного диска, не оставаться же без бровей. Пойдется использовать. Оп. Я считаю, отлично получилось. Стало чуть-чуть поярче. только вот ресничками у меня такой подвижный веком, что нижняя, что верхняя. Поэтому не избежать мне, конечно, того, что у меня кроме ресниц покрасится еще кожа. Даже нос, даже нос у меня покрасился. посижу еще и вернусь к вам. Я смыла свои ресницы, но для хомуха у меня хорен чего покрасилось. Короче, почему не пользуюсь коричневой краской, потому что вот край ресничек, он должен стать цветным, а он нет, он, конечно, покрасился, но слабо. Поэтому сейчас пойду на второй круг. Второй раз буду красить ресницы. Что делать? Бесит. Вот поэтому я люблю для ресниц использовать черную краску, потому что коричневая, ну что есть она, что нет ее, мертвому припарке. Если второй раз не возьмется, то забью на эту тему, и потом буду искать просто где-то черную краску для ресницы бровей, и буду реснички красить ею. потому что реснички есть у меня, они длинненькие, густые, хорошие, но светлые. Вот такой нюанс. приходится их подкрашивать. А черной краской брови, например, я не крашу, потому что получается очень темно. Вот приходится использовать два цвета. краски вот так заморачиваться. Ну, я на самом деле не особо наморачиваюсь, просто знаю уже эту историю. Я использую два вида краски. Ну, видите, вот нюанс таков, что не оказалось черной краски в магазине, так бы я сразу, конечно, купила две. Ну, невелика потеря. Цвет еще такой темный-темный, я даже не вижу ресницы в краешке. Так, ладно, намазала я еще раз. Опа. Сейчас буду опять сидеть, смотреть, где я намазала кожу еще помимо ресниц. Ну, что могу сказать? Сейчас выйду на свет, чтобы было получше видно, я надеюсь. Так. Ну, стало чуть-чуть поярче, но все равно не то, что хотелось бы. Не, брови нормально покрасились, но для ресничек все-таки придется еще найти черную краску и после этого покраситься еще раз. два 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 Продолжение следует...